Привет! Мы сегодня с вами поговорим про архаичные истории, про самые-самые первые концепции взаимоотношений человека к мира, к Богу. Мне кажется, это очень важно, потому что каждый раз, когда происходит вот эта трансформация, происходит турбулентность, в которой мы сейчас все находимся, мы так или иначе повторяем эти модели, называя их совершенно по-разному, перепонимая и перепроживая эти старые архетипы, перепонимая и перепроживая вот эти вот старые подходы к созданию своего собственного пространства для комфортной жизни, мы каждый раз придумываем в себе очередной какой-то рай, будь он научным, будь он мистическим, будь он магическим, будь он религиозным, каким угодно. Некое пространство, в котором было бы нам идеально жить и существовать, и каждый раз мы, собственно, находим пути, как к нему двигаться. И я считаю, что неплохо было бы изучить, как это делалось раньше, вот, просто потому что название и образы эти, они меняются, вот, но сама себе структура данного действия, структура данного поведения, она всегда повторяется. Вот, поэтому, собственно говоря, мы можем спокойно совершенно взять эти инструкции, которые были созданы тысячелетия назад, и просто найти новые слова, новые формы для всего этого дела, для того, чтобы, в общем, как-то так попытаться построить себе очередное новое будущее, в котором нам будет комфортно жить, потому что надо это делать, потому что никто нам за нас не сделает, вот, никто не придет, ни царь, ни бог, ни герой, надо делать самим все это дело, вот, поэтому я считаю, что нужно нам посмотреть на то, что я сегодня пытаюсь вам рассказать, вот, так что давайте вперед с песней, и, в общем, надеюсь, что вам будет неутомительно и интересно. Спасибо. Спасибо.